МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 8 утра. Денис Мацко, директор Челябинской школы-интерната номер 13. На днях Денис Николаевич был назначен на должность главы металлургического района. Сегодня свой рабочий день он проведет перед объективом телекамеры. Учения большого, вопросов очень много. И хотелось бы, конечно, обходить, скажем, учебный процесс, классы несколько раз в неделю, но, на самом деле, это не получается. Но раз в неделю стараюсь обязательно посмотреть, чем мы живем и чем занимаемся на уроках. В школе тихо, учебный процесс. Здравствуйте. Как живы-здоровы? Хорошо. Ирина Анатольевна, все добрались? Да. То есть весь класс целиком здесь. Да, красивые, да, аккуратные. Успехи как? Замечательный зачет принимаем. И сдают? Сдают. И пятерки есть? Ну, пятерок пока еще нет. А, пятерок никто еще не видел, да. Ваня сдал замечательный сегодня зачет. Почему даже Ваня? Даже Ваня всегда хорошо сдает, по-моему, зачет. Ну, замечательно сказал. Рельеф, я думаю, что будут... Присаживайтесь. Спасибо, здорово. Извините, что сорвали урок немного. Здравствуйте. Здравствуйте. Сорву урок немного у вас. Ну, пока. Здравствуйте. Присаживайтесь. Как дела? Хорошо. Добрались все? Да. Все живы-здоровы. Как с математикой? Вы знаете, в этом году лучше. Если честно, то лучше значительно. То ли они повзрослели, то ли мы к экзаменам все-таки начали потерпеть. Но лучше. Потому что девятый класс лучше. Вы знаете, и восьмые у нас стали лучше в этом году, правда? На полной счете. Ну, наверное, потому что мы работаем. Какие-то результаты маломальские есть, уже хорошо. Ну, задача очень простая. Первое, не волноваться так. А второе, учиться только на пятерке. Экзамены сдать хорошо. Еще раз волновались-то. Во, молодцы. Спасибо. Извините, Юлилина. Так, давайте прямого. Здравствуйте. 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 Что так у вас происходит? Да не, не надо тушить-то. Анжелика Викторовна, ну, вот интересно, конечно. Что происходит? Опыты. Опыты. А что за опыт? Про химические явления. Ну, что сейчас показывала Анжелика Викторовна вам? То, что... Что если вот эту вот штучку положить беленькую, это как эти... Сухое горючее. Да, сухое горючее. То оно не будет даже хоть дождь будет играть, то оно не будет... Духнуть, оно будет гореть. Да. Мы нагревали с какой целью воду? Какие явления проходим? Механические, тепловые, световые и электрические. А в данном случае какие? Это тепловые. Это золотиночки, это здорово. Будьте аккуратны с открытым огнем, Анжелика Викторовна. Спасибо, молодцы. 7 дней в неделю, 365 дней в году, дети здесь живут. И у нас своя школа. Сиротских интернатов в Челябинске всего два. Это вот наш 13-й и 9-й в Ленинском районе. Оба специализированные. То есть для детей с ограниченными возможностями здоровья, как сейчас говорят. На мой взгляд, вот это здорово. Потому что, насколько я знаю, детские дома, когда воспитанников возят в школы, соседние, есть определенные проблемы с обучением, с качеством, с оценками, со знаниями. У нас уровень выше за счет того, что школа своя, учебный процесс свой, контроль постоянный. То есть прощение учебных занятий – это обязательно пропуск, это ЧП. Я вот сейчас захожу и задаю вопросы о том, что все – не все. Отсутствие кого-то на уроке – это просто ЧП. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, Валяйсия Николаевна. Как дела у вас? Нормально. Мне кажется, прохладно. Нет, хорошо. Вы специально так делаете? Да. Не холодно, молодежь? Нет. А то, если она вас заморозит, ей всегда жарко. Ну и как успехи? Хорошо. Подавай. Четыре. Подавай. Четыре. 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 А, пионер-бол у вас. Покуп. Покуп. Спортивным туризмом занимался, спешим, сплавы. Сейчас меньше, сейчас только волейбол один раз в неделю по средам. Такой щадящий вид спорта, чтобы немного себя в форме держать, с одной стороны. С другой стороны, ну, позволяет по времени, да, скажем, таким образом. Хотя стараюсь один раз в год по весне, как сплавщики говорят, по большой воде сплавиться. Спасибо, дети. Спасибо вам. На втором этаже у нас блок коррекционный, так называемый. Здесь работают узкие специалисты, психологи, логопеды, дефектологи. Ну, учитывая, что у нас специализированные учреждения, то есть очень серьезно должна быть эта психологическая поддержка, коррекционная поддержка. А таких детей усыновляют? Да, берут. И вы знаете, год от года я хочу отметить, благодаря политике государства, благодаря тому, что идет сейчас такая серьезная кампания, в этом плане детей стали усыновлять больше. Ну, скажем, не усыновлять, а в разные формы семейного воспитания собирать опека, попечительство, приемные семьи, усыновление. Вы знаете, сейчас тоже тенденция этих лет стали приезжать практически со всей России. Есть и Ульяновск, есть и Волгоград, есть и Тюмень, есть и Москва. Здравствуйте, Наталья Михайловна. Здравствуйте. Почему вы в гордом одиночестве? У нас уехал специалист за детьми в диагнозе. Ну, здесь занятий нет сегодня? Сегодня нет. А поехали на что посмотреть, с какой целью? Смена диагноза и дублирование программного учения. Что подозреваем? Умственную отсталость и дублировать будем первый класс. По-моему, просто замечательно. А с транспортом не получилось? С транспортом нет. Но он туда подъедет. А, ну то есть обратно привезет, ну слава богу. У нас, наверное, жемчужиной является как раз коррекционная служба, где работают узкие специалисты, заточенные на проблемы наших воспитанников. Во-первых, это наша задача – вывести всех на норму. Во-вторых, я считаю, что нам это удается. В прошлом году мы впервые участвовали в эксперименте, как все общеобразовательные школы, по государственной итоговой аттестации воспитанников наравне со всеми школами. И наши девятиклассники показали результаты порой даже лучше, чем общеобразовательные школы. А это независимая экспертиза. Это не то, что мы сами посмотрели, да, и перед кем-то отчитались. В тринадцатом интернате дети непростые. Работа достаточно сложная. Но, несмотря ни на что, педагоги отсюда практически не увольняются. У нас 168, если быть точным, рассчитано учреждение воспитанников. То, что касается педагогических работников, учителей, воспитателей, мы практически укомплектованы полностью. Пользуясь возможностью, единственное, приглашу психологов. Психологов мы готовы на работу принять еще одного места вакансирования. В остальном, что очень важно для учреждения нашего типа, стабильный коллектив. У нас нет текучки, у нас постоянные воспитатели, учителя, коррекционные специалисты. Основной состав – это люди от 10 до 20 лет проработавшие в учреждении. Есть и больше из 30 лет, есть из 130 лет проработал, а есть и 50 лет проработал. А вы сколько? В одном и я – одиннадцать. Дел в учреждении много. Сейчас нужно сходить, посмотреть, чем у нас занимаются подрядчики. А подрядчики начали ремонт столовой, кухонных помещений. У нас один из крупнейших интернатов Челябинской области. Мы занимаем очень большую территорию, но кроме того, что много воспитанников. Вот представьте себе, мы занимаем целый квартал от улицы Трудовой до улицы приборостроителей. Целиком наше здание. У нас на территории семь отдельно стоящих зданий. Школа, столовая, спальные корпуса, большой спортзал, гаражи, мастерские. И, конечно, за день приходится побегать по территории, в ней, работника. Здания очень разные. Вообще интернат начинался в 1947 году с двух бараков. В 1947 году построили вот нынешнее здание столовой и здание мастерских. А потом уже в течение многих лет учреждение прирастало. Позже построили школу, еще один жилой корпус. В 1969 году трехэтажный жилой корпус. И вот так постепенно мы разрослись до целого городка, если хотите. У тебя, Матфея, на подрядчике-то здесь? Да, на подрядчике. Работают? Или курицей едят? Работают. Соня, че глянем, что они там наработали. И много их сегодня? У нас сейчас только один человек. Один человек, и сколько он будет ковыряться? Да. Я думаю, что если они... Здравствуйте. Как вас зовут? Вот, это естественно, нам очень долго забрать. Как? Николай. Николай, а почему в одиночестве, где остальные? Сейчас будет. А ваша задача какая, Николай? Демонтаж. И когда вы должны его закончить? Сегодня. Сегодня? А вот эту стену вы вчера начали? Да. То есть за два дня вам нужно это закончить? А потом вы чем занимаетесь? Потом будет. Малей, да? А кафель тоже вы клеите? Ну еще и пол снимает, факт, что задний задний задний. А вам какую задачу поставило руководство ваше? То есть вот вы вошли в этот цех, а вы его один делаете? Да. И за сколько вы должны цех закончить? За неделю? За неделю? А другие цеха другие работники? Тема, мне это совершенно не нравится. Я... Николай, вы на меня не обижаетесь, это не к вам вопрос, это вопрос к вашему руководству. Вы ни черта за неделю здесь не закончите? Это опять разведется, как это было уже не раз, на месяце. Ремонтировать в этом году будут не только хозяйственные помещения. Обновят и интерьеры столовой. Здравствуйте. Здравствуйте. Приятного аппетита. Спасибо. Замерзли? Да. Ну нет, к вечеру будет Ташкент, к вечеру будет хорошо. Делаем косметический ремонт, то есть покраска стен запланирована полностью. По потолку? По потолку снимаем, меняем грядку. И я смотрю, у нас за столько лет уже стулья поизносились. Давайте сделаем так. Столы в хорошем состоянии, мы их оставляем. Стулья запланируйте на замену. Пока Денис Мацко вместе с завхозом обсуждали ремонт столовой, приехал и подрядчик. Здравствуйте. Что-то любви у нас не получается. Почему? Потому что, что это один Коля, и сколько он будет работать? Почему один-то? Так я не знаю, почему. Пойдемте, покажите. Они спрятались, видимо, я не вижу. Давайте еще сегодня будут. Так нет, сказали, в 9 утра все будут. Кто вам сказал? Нет, я Матвеевна сказала. Один, Коля? Это один человек. Один человек, да. Мы с нами договаривались. Вы мне говорите, сделаем быстро, сделаем хорошо. Но так же дела не делаются. Когда? Мы сейчас с вами неделю прокопаемся, и через неделю что будем говорить? Есть. Сроки-то есть? Слушайте, нехорошо начинаем. Не нравится мне это. Нет, лишь бы сроки уложились, чтобы потом мне просто... Стараться укладываться. Вы знаете, я сторонник того, исходя из опыта, что давайте мы будем с самого начала с вами ругаться, выяснять отношения и делать по уму. Потому что потом пройдет месяц, и вы скажете, бляха-муха, мы не успели. Нет, я согласен полностью, согласен полностью. А учитывая, да, что мы договор подписали, я потом буду в удиотской ситуации. То ли его расторгать, то ли говорить, да ладно, мы еще неделю подождем, ладно, мы еще неделю подождем. Нет, так не пойдет. Сейчас демонтажом займутся три человека. Сейчас демонтируют, вот он сегодня закончит демонтаж. А пол? Пол то же самое. То есть цех день, цех день. Ну, примерно так, пролонируем. Вы видите, пожалуйста, рабочих. Я в кулю верю, я понимаю, что у него все получится, я знаю, что он мастер. Стоит рано, приходит. Да, но на день нифига не сделает. Денис Николаевич Мацко, директор школы-интерната номер 13 и по совместительству глава металлургического района. Сегодня свой рабочий день он проводит перед объективом телекамеры. 12.30. Дениса Мацко ждут в администрации района. У новоиспеченного главы есть несколько вопросов к коллеге, главе администрации района Дмитрию Петрову. По пути Денис Николаевич встречает своего выпускника. Ты в гости, я так понимаю? Как устроился? Хорошо. Все нравится? Да. Кормят? Да. Три раза в день? Четыре. Четыре раза в день? У нас учебы как? Хорошо. Сегодня сдавал лабораторную работу. По какому? Микробиология. Микробиология? Ничего себе. Я тоже в институте учил микробиологию. И как? Хорошо. Четыре. Действительно хорошо? А бытовые условия? Нормальные. Нормально все? А такого, чтобы кто-то местные приходили или, скажем, старшекурсники обижали? Нет. То есть тоже все в порядке? Ты имеешь в виду, что если какие-то проблемы любые, хоть с учебой, хоть с кем-то из старшекурсников, сразу сюда. Микробиология. Здравствуйте. Здравствуйте. Гостей принимаете? Да, конечно. На 10-15 договорились. Здравствуйте. Здравствуйте. Один из немногих, Дмитрий Викторович, районов почищены. Как приятно. Дмитрий Викторович, по моей просьбе, ну раз мы говорим о том, что реформа самоуправления, основная ее идея заключается в том, что депутаты должны быть ближе к народу, то я считаю, что каждому депутату нужно работать в своем округе. И прием вести желательно в своем округе. Вот сегодня по моей просьбе депутаты нашего совета металлургического дадут мне информацию, у кого есть помещение. Ну, кто-то располагает офисами, чем-то еще. Но у нас есть целый ряд моих коллег, у которых помещений нет. И здесь нужна ваша помощь. Какие-то варианты есть у вас? Варианты я вижу, наверное, один. Это территориальные комитеты местного самоуправления, которые у нас есть в районе. Их на сегодняшний день у нас 18 КТОСов. И у каждого КТОСа есть помещение, где вез прием граждан. В среднем у нас получится, если мы разделим между депутатами, у нас получится практически у каждого депутата будет свое помещение. Плюсом, если председатели КТОСов согласятся еще быть и помощниками депутатов, то мы получим неплохую команду именно на местах, в округах района. И я считаю, что некоторые помещения, конечно, находятся не в очень хорошем состоянии. Я думаю, что те деньги, которые в этом году будут выделяться на КТОСы, а это порядка одного миллиона, мы их можем запустить на ремонт этих помещений. Глава металлургического района, основная функция, это председатель совета депутатов металлургического района. То есть возглавляет и организует работу депутатов в нашем районе. Как встречаться с жителями? Где встречаться? Какую помощь можно оказать? Заседание совета депутатов, проблемы, которые сегодня в районе существуют и могут быть решены на уровне депутатского корпуса. Вот это все и есть задачи главы металлургического района. Или по-другому, председателя совета депутатов. Денис Моско возвращается в интернат. Сейчас у директора линейка. Здравствуйте, спасибо, что вы с нами. Давайте ближе. Здравствуйте, 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 здравствуйте. Друзья мои, свое будущее нужно связывать только с учебой. То есть то, как вы поработаете сегодня, завтра, какие оценки вы получите, какие в итоге будут аттестаты, это особенно касается старших классов. От этого и будет зависеть, в какие училища, техникумы вы поступите. Вот чтобы не было потом разочарования о том, что есть мечта получить профессию, но не берут в техникум. Вот для этого стараться нужно именно сегодня, сейчас, каждую минуту. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте вот сюда... Ну это физика, а это общество знания. Не ополчились двое. Чего ты такой лысенький? Да, полтретьего, полтретьего, полтретьего. Может быть, завтра уроки есть? То есть уроки от этого, да? Почему воспитатели говорят проблемы? Какие? Я спрашиваю, какие-то проблемы, косяки, опоздания. Кстати, в прошлое воскресенье, по-моему, опоздал, да? На 5 минут. На 5 минут? Я думаю, что это недопустимо. Да, я думаю, что да. В 14.30 в актовом зале Дениса Николаевича уже ждут педагоги. В интернате ходят слухи, что директор может уволиться и работать только главой района. Я уже объявлял и еще раз объявляю. Речь идет о совмещении должностей. То есть я работаю директором 13-го интерната и совмещаю должность главы Металлургического района. По целому ряду причин. И мне очень не понравилось, что вот такие небольшие слухи, какие-то обсуждения, понятной информации нет, да? Привели к тому, что у нас началась дестабилизация. Активно начали это слушать, активно начали обсуждать в кулуарах, начали подбирать человека на мое место, соответственно. Ну а как же без этого-то? Елена Ивановна Плотникова, давай ты возьмешься, да нечего я, давай там, Вера Эмиль, на ты. Ну я вижу, больше всех смеется, да. Вот что мне не понравилось. Какая, оказывается, зыбкая стабильность, да? Чуть-чуть подшатнули. И это сразу приводит к тому, что начинаются какие-то активные обсуждения, в которые, к сожалению, порой включаются и воспитанники. Что вообще недопустимо. Я понимаю, что шило в мешке не утаишь, да, все все знают. Но я сказал одно, Татьяна Матвеевна меня услышала, Ирина Александровна не передала, это же игра в глухой телефон. И поэтому Вера Эмиль уже идет и себя предлагает на мою должность. Игра в глухой телефон, да. Поэтому я вас прошу, давайте так, будем пользоваться только официальной информацией. Для вас официальная информация, которую озвучиваю я. Мы с вами продолжаем работать. Соберитесь. Все разговоры прекращаем. Работы полно. Проблем всегда полно. Только маленечко сейчас отвернемся, только немножечко руки опустим, и все начнет рушиться. На ваших глазах, да, кто давно работает, эти примеры были. Поэтому снова собрались, консолидировались, разговоры прекратили, детей успокоили, и больше эту тему не поднимаем. Сегодня по плану у меня еще обход групп. Необходимо посмотреть по ремонтным работам, что требуется, по покупке мебели, и вообще бытовые условия воспитанников на сегодняшний день. Здравствуйте. Здравствуйте. Почему не на сумм часе? А, что такое? На сумм часе. Восьмое, а расслабились? Да, немножко. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас собрание, что ли? Нет. Ирина Николаевна сказала, никому с места не вставать, да? Мы телек смотрим. Да ладно телек вы смотрите, я еще не знаю, как это происходит. Кто-то телек смотрит, кто-то нет. Нет, знаю, кто каже, чего стоит, знаю, от кого чего ждать, знаю, какие за кем проблемы. Им-то порой кажется, что у меня там кабинет в школе, и они тут нахулиганили втихаря, а я даже представления не имею, о чем речь. Так вот, ошибаются. Конечно, знаю о каждом. Да, Андрюха? Взял у нас Андрюха и собрался в гости, и уехал. И мы тут на ушах стояли два дня, посидели, чуть с ума не посходили все. Вот такое бывает. И как наказали. Ну как его накажешь? Посмотри, улыбнись своей знаменитой улыбкой. Ну как его накажешь, да? Наши девочки. И наши классные руководители. Да, наши классные руководители. Делятся-то сами парни там, девчонки здесь сидят. Ну, иногда делятся, иногда нет. У них по телевизору совсем вот разное. А, интересы разные по этому? Интересы буквально разные. Это и сейчас Дениса Николаевича дети уважают и любят. Но так было не всегда. Мы сначала, если честно, не хотели нового директора себе. Мы делали запостовки. Многое что мы делали. Мы писали на асфальте. На асфальте. Вернитесь к нам. У нас другой будет директор. А потом, как Денис Николаевич пришел, нам новый забор поставил. Он обещал нам новый забор. Он поставил новый забор. Он школу красиво сделал. Нам двухэтажки красиво тоже сделал. И сейчас трехэтажку красиво вообще очень. Ремонт. Да. Но он пришел и кормить стали очень хорошо. Есть кто живой? Есть. Здравствуйте, Русь Евгеньевна. Как дела? Здравствуйте, 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 здравствуйте. Что самое главное для малюсик? Обнимашки. Дежурцы мои, давай, 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 мы пообнимаемся. Как поспали? Нормально. Хорошо? Да, я только встал. Только встал, то есть ты еще спишь? Ларсю. Спасибо. Частота и порядок? Ну как он сидел, нога здесь ввезал. Ну, тем не менее, все нужно до своих местах. Ну, у вас всегда хорошо, Василий. Ну, что я могу сказать? Ну, просто таки хорошо. А, ты уже сделал. Я же тебя попросил, напиши, от кого ты поставил сегодняшнюю. Я это сохраню, я все-таки подарки храню. А ты чуть подрастешь, мы в том месте посмотрим, будет бы неприятно. Подписывай, я подожду. Бегите, нормально. Я хочу посмотреть, как ремонт идет. Здравствуйте. Здравствуйте, Юленька. Здравствуйте, умничка моя. Здравствуйте, красавица. А что долго так? А у нас потолок плохо очищался, ужасно чистился, стены. Может быть, вы безответственно подходили к этому? Нет, очень интересно. Юль, надо заканчивать и двигаться дальше? Да, осталось тоже. 17.30. Рабочий день подходит к концу, но не у директора Дениса Мацко. Поскольку сегодня целый день он был со съемочной группой, коллеги и воспитанники стеснялись обратиться к нему со своими проблемами. Обычно дети и учителя приходят к нашему герою в течение всего дня. Сейчас, говорит Денис Николаевич, как только камера выключится, начнется прием по личным вопросам. Очень сложно уходить домой, потому что мы день проживаем вместе, если хотите, в одной семье, без пафоса. И общаемся так, что мы одна семья, и проблемы эти решаем вместе, и помогаем друг другу. И они же нам помогают, они тоже нас воспитывают, взрослых, я имею в виду, ребята наши. И вот так мы день живем насыщенно, наотмашь, если хотите. А вечером, когда уходишь домой, мне кажется, в этом есть какой-то элемент предательства, что ли, по отношению к детям. Мы же вместе, мы же вот одна семья, значит, дальше должны быть вместе. В какой-то момент наступает время, когда мы пошли в какую-то другую жизнь, а они в этой жизни не остались. Вот что-то вот здесь вот меня гнетет, в моей ситуации. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok